Прямая линия с Марией Захаровой. Казанский федеральный университет посетила иранская делегация. Всем привет! В эфире Универньюз, а в студии Галия Гельфанова. В Казанском федеральном университете состоялась встреча ректора КФУ Линара Сафина с делегацией благотворительного фонда РУСФОНД во главе с президентом фонда Львом Амбиндером. Ректор поблагодарил РУСФОНД за долгосрочное сотрудничество и отметил необходимость продолжения развития новых проектов. Напомним, что существует множество программ, которые реализуются совместно с КФУ. Например, развитие национального регистра донора костного мозга и сотрудничества РУСФОНДА и научно-клинического центра прецизионной и регенеративной медицины в области нейрореабилитации, где КФУ выступает ключевым партнером. Телевстреча студентов с Марией Захаровой, официальным представителем Министерства иностранных дел РФ, накануне состоялась в Институте филологии и межкультурной коммуникации. Подробности смотрите далее. Мария Захарова, официальный представитель Министерства иностранных дел РФ, встретилась со студентами Казанского федерального университета в онлайн формате. В мероприятии также приняли участие преподаватели вуза и представители средств массовой информации. С приветственным словом на телевстрече выступил ректор университета Ленар Сафин. Время у нас непростое и мы должны находить вопросы, ответы на вопросы, точнее, которые ставят нам наши студенты. Поэтому уверен, что сегодня встреча даст ответы на многие вопросы. И не случайно в зале сегодня собрались и студенты, и политологи будущие, и журналисты, и специалисты в области международных отношений, юристы, педагоги. Поэтому думаю, что будет очень интересная встреча и беседа, и все участники ждут ее с нетерпением. Поэтому приветствуем вас и с вниманием слушаем. Подготовка к мероприятию началась уже давно. Согласование, даты, организация, трансляции и все ради полутора часов честного и открытого диалога. Организаторы подчеркивают, основная особенность встречи – возможность задать абсолютно любой вопрос. Селе встречи проходит в рамках проекта «Открытое общество». Мы его создавали в КФУ специально для того, чтобы организовать прямой и честный диалог между студенчеством и представителем высших органов власти. И, собственно, конечно, безусловно, от студенчества тоже был запрос, потому что мы проводили небольшие фокус-группы. И героями этого проекта у нас становятся очень яркие и популярные личности. В ходе общения с Марией Захаровой студенты затрагивали широкий спектр тем. В зале прозвучали разные вопросы – от личных до политических. Участники встречи обсудили причины Карибского кризиса, холодную войну, диверсию на северных потоках, а также перспективы журналистики в нынешних условиях. С учетом того, как мир сейчас быстро меняется, с учетом того, что те же блогеры с удовольствием занимают нишу и особо никого не спрашивают, и в целом люди сейчас как-то, ну, по личным наблюдениям читают не так много, какое у нее, по-вашему, будущее. Я все-таки надеюсь, что оно у нее есть. Я хочу надеяться, что будущее журналистики есть. Потому что, как вы правильно сказали, конкуренция огромная и очень несправедливая. Невозможно конкурировать ответственному с безответственным. В краткосрочной перспективе выиграет обязательно безответственной. Потому что привлечет много внимания, шум она делает, материально как-то состоится. Тот, который пойдет проверять, будет ссылаться на нормы, этику и так далее, во многом проиграет на первых парах. Потом надо будет смотреть, что будет в среднесрочной и долгосрочной перспективе. Я надеюсь, я искренне бы это хотела, потому что журналистика традиционная, важна как воздух. Вот я надеюсь, что она будет. Какой она будет? Да традиционной той, которая основана на законе и профессиональной этике. То есть ответственная, достоверная, объективная. Хотя все не в абсолюте, абсолютно не может быть. Но, по крайней мере, к этому стремящиеся. В завершение встречи вопрос студентам задала и Мария Захарова. Чем для них лично являются традиционные ценности, участникам мероприятия предстоит ответить письмом представителю МИД России. Полную версию телевстречи в ближайшее время можно будет увидеть в социальных сетях, а также в эфире нашего телеканала. Маргарита Михайлова, Александр Кузнецов. Универньюз. Казанский федеральный университет посетила иранская делегация. Подробности встречи и будущее сотрудничества – все это расскажет наша съемочная группа. 9 ноября Казанский федеральный университет с ответным визитом посетила делегация Ирана. Состоялась встреча с профессорско-преподавательским составом Института геологии и нефтегазовых технологий. Во главе с директором института, проректором по направлениям нефтегазовых технологий, природопользования и наук о земле Данисом Нургалиевым. Встречались во время нашего визита в Тегеран во главе с Тимирхан Булатовичем Альшевым. Обсуждали наши взаимодействия в области нефтегазовой отрасли. Ну и сейчас они к нам приезжают с ответным визитом, посмотреть на наши лаборатории, на наше оборудование и обсудить совместные проекты. Визит был поделен на несколько этапов. В начале коллеги встретились за круглым столом для обсуждения вопросов сотрудничества, а также развития будущих проектов. Вопросы, связанные с деятельностью научных центров мирового уровня, то есть это вопросы, связанные с геологоразведкой, с оптимизацией разработки месторождений и с передовыми технологиями увеличения нефтеотдачи. Далее для гостей была проведена экскурсия по лабораториям Казанского университета, где иранской делегацией были продемонстрированы новейшие разработки, созданные работниками университета. Финальной частью визита стала встреча гостей в здании Института геологии и нефтегазовых технологий Казанского университета, где продолжилось обсуждение вопросов дальнейших совместных работ. Адалина Абдрахманова, Александр Кузнецов, Универньюз. Изменение климата является одним из основных вызовов нашего времени. Так, лаборатория Института экологии и природопользования Казанского федерального университета занимается поведением экосистем в условиях изменяющегося климата. Подробнее о биоконтроле расскажем в сюжете. С момента создания Казанского федерального университета учеными ВОЗа был определен единственно верный вектор его развития. Инновационный, научно-технический подход к реализации проектов и учебной деятельности. Институт экологии и природопользования Казанского университета успешно осуществляет все ранее и ныне намеченные цели. Сейчас в составе института работают четыре крупных лаборатории. Каждая из них объединяет сотрудников разных кафедр. Одна из них – лаборатория «Биоконтроль». Это лаборатория, которая уже существовала и занималась вопросами, она продолжает работать, вопросом технологий, а именно биотехнологий в окружающей среде, природоохранными биотехнологиями, которые связаны либо также с вопросами климата, а именно секвестрации углерода, изъятия СО2 из воздуха и закрепления, например, в почвах. Секвестрация углерода – это процесс хранения углерода в углеродном поле. Углекислый газ естественным образом улавливается из атмосферы с помощью биологических, химических и физических процессов. Для реализации такого направления, как секвестрация углерода, предлагаются разные технологии, которые могут привести к должному результату. Например, переработка отходов, отказ от использования непереработанных отходов, которые выделяют дополнительный СО2 в атмосферу, связанных с разными системами обработки почвы. Также такие технологии, как стриптил или наутил – испытания и доказательства того, что эти методики приведут к секвестрации. По словам директора Института экологии и природопользования Светланы Селивановской, решающее значение в работе над научными проектами имеет квалифицированный штат сотрудников. Когда создавались 60 лет назад институт, факультет экологии, создатели сознательно приглашали специалистов из разных отраслей знаний, потому что вопросы окружающей среды можно решить только комплексно разными специалистами. И поэтому, когда лет 15 назад встал вопрос о том, что необходимо вести междисциплинарное исследование, мы сказали, что мы этим давно занимаемся, потому что окружающая среда не подвластна только биологам, или только химикам, или только экологам. Только решая эти проблемы разными методами, рассматривая вопросы, можно получить какой-то ответ или можно создать какую-то технологию, которые как раз очень ценятся в программе «Приоритет 2030». Отметим, что директора Института экологии и природопользования акцентировала внимание на том, что научная деятельность позволяет проводить ряд важнейших исследований не только в сфере экологии, но и для подготовки специалистов нового поколения с новой системой мышления. Карина Саяхова, Универньюс. Какой раритет хранится в научной библиотеке Николая Лобачевского, расскажет Амир Ахтямов. 3 ноября 135 лет со дня рождения великого русского поэта, драматурга и переводчика Самуила Яковлевича Маршака. Произведение поэта требует отдельного внимания и анализа. И сегодня мы рассмотрим его стихотворение под названием «Багаж». Родился 3 ноября 1887 года в Воронеже, в еврейской семье. Его отец, Яков Миронович Маршак, работал мастером на мыловаренном заводе братьев Михайловых. Мать, Евгения Борисовна Гительсон, уроженка Витебска, была домохозяйкой. Раннее детство и школьный год Самуил провел под Воронежем, где жил его дядя, зубной врач в мужской гимназии Михаил Гительсон. Учился в 3-й Петербургской и Ялтинской гимназиях. В гимназии учитель словесности привил любовь к классической поэзии, поощрял первые литературные опыты будущего поэта и считал его одаренным ребенком. В отделе рукописи и редких книг научной библиотеки Николая Лобачевского хранится стихотворение Самуила Маршака «Багаж». Оно было написано в 1926 году. Произведение рассказывает о честности и о выполнении своей работы добросовестно, а также об умении оставаться учтивым даже в самой неприятной для вас ситуации. «Багаж» — это стихотворение Самуила Маршака, знакомое многим с детства. В основе сюжета история про даму, которая, сдав в багажное отделение большое количество вещей и маленькую собачку, по прибытии в Житомир получила огромного взъерошенного пса. Произведение было впервые опубликовано в сборнике «Советские ребята» и одновременно в книге «Багаж». Вспоминая об истории написания этого стихотворения, Маршак рассказывал, что приступил к нему без заранее подготовленного сюжета. На начальном этапе прежде всего его интересовала ритмика стиха. «В багаже была важна игра со словом». Поэт говорил, что такой вид творчества помогает детям быстрее усвоить музыку языка. Двигателем сюжета в стихотворении является многократное перечисление тех предметов, которые вместе с дамой отправились в путь. Это диван, чемодан, саквояж, картина, корзина, картонка. Само же произведение, напоминающее считалку, ориентировано на чтение вслух. Амир Ахтямов, Никита Акиншин. Универнёс. На этом всё. В студии была Галия Гельфанова. Сюжеты из выпуска ты можешь найти в наших социальных сетях, а также на сайте телеканала. До новых встреч! Субтитры подогнал «Симон»